Доброе утро, дорогие наши телезрители! Мы уже успели по вам соскучиться и надеемся, что это взаимно. Просыпайтесь, врывайтесь в новый день. Мы наделим вас полезными, бодрыми новостями. Всем привет! Сегодня понедельник, и это значит, что это день обещаний. Кто-то будет обещать себе заниматься спортом, кто-то правильно питаться. А я вот решила с понедельника узнавать каждый раз о новой профессии. А в нашем следующем сюжете мы узнаем все самое интересное о профессии журналиста. Смотрим! Что представляет из себя профессия корреспондента телевидения? Какие есть тонкости и трудности в его работе? Сегодня мы дадим ответы на все ваши вопросы и приоткроем завесу тайны. Готовы? Тогда отправимся вместе на съемку. Съемочная группа состоит из телекорреспондента и оператора. Сегодня мы приехали в лесной городок. Здесь, в скейтпарке, мы снимаем сюжет про скейтбординг. А пока оператор снимает видео, которое в дальнейшем войдет в репортаж. Задача корреспондента на съемочной площадке – собрать все необходимое для сюжета и информацию, которую он получает в ходе беседы с разными людьми – организаторами, жителями, представителями власти или, как сегодня, с мастерами своего дела. Мы пообщались с Евгением. 29-летний скейтбордист рассказал нам, что особенного в его любимом виде спорта. Сейчас мы снимаем синхрон. Так называется интервью участников события. То есть это доступно? Доступно, да. Какие у вас есть любимые трюки? Какие вообще с вами интересные будут его называть? Мне больше всего нравится 360 флип. Это один из таких самых популярных трюков. Корреспондент заранее видит свой сюжет и зачастую едет на съемку уже с полной картиной в голове. На съемочной площадке задача журналиста – воплотить идею в реальность. Придумать и снять интересные и полезные лайфы, как, например, вот этот. Делается щелчок, выводим ногу, при щелчке подкручиваем. Суть лайфа – показать, как герой совершает какое-либо действие. В этот раз Евгений рассказал, как выполнить один из его любимых трюков – полезно и динамично. После того, как мы отсняли материал, мы возвращаемся в редакцию. Я уже начала писать сюжет. Для этого я пользуюсь информацией, собранной во время съемок, ну и другими источниками. Среди них пресс-релизы, анонсы, информации с соцсетей. Написанный сюжет отправляется на проверку шеф-редактору. А дальше – одна из самых непростых частей в работе корреспондента. Это начитка закадрового текста готового репортажа. Для этого нужен специальный темп речи, подходящий тембр и дикция. Важно также делать смысловые паузы. Конечно, без ляпов – никуда. Раньше самим приходилось оборудовать зоны для катания из деревяшек, которые находились с друзьями на улице. Затем сюжет предстоит собрать монтажёру и звукорежиссёру. И результат нашей с вами сегодняшней съемки уйдет в эфир. С подробностями – Эмилия Ракелян. Интересно, но мне кажется, что профессии журналиста ты знаешь не понаслышке. Поэтому не считается. Сегодня ты должна узнать еще об одной какой-нибудь интересной профессии. Обязательно. А я заметил для себя, что холодное время года – это не повод сидеть дома. Обязательно надо насытить свой график какими-то активностями, какими-то прогулками и вообще интересными приключениями. Совершенно верно. Соглашусь с тобой, Тимур. А я, кстати, вчера ездила на зимний пикник. И я успела пожарить даже вкусняшки на костре, прогулялась по лесу и насладилась зимней природой. Негодую. Негодую. Без меня. Вкусняшки на природе без меня. Это плохо. В следующий раз обязательно поедем вместе. Договорились? Я надеюсь. Вот. А что же предпочитают наши дорогие телезрители и где они проводят свое время зимой, мы узнаем прямо сейчас. Потому что в эфире рубрика «Про опрос». Всем привет. Это рубрика «Про опрос». Давайте узнаем, где же жители нашего округа любят отдыхать зимой. Ну, я зимой люблю ездить в парк Раздолье, допустим, здесь рядом находится. Или вот в центр Одинцова, где там на катке кататься. Там тоже очень интересно. Ну, Рожа под Москвой я любила. Извини, город Можайск я ездила. Ну, ездить с детьми на парк на Лазутинку. Ну, на дачу езжу. На горках кататься. Иногда езжу в разные парки гулять с родителями. Ну, как здорово, как интересно. Я так много прикольных мест узнал, которые надо еще посетить. Спасибо вам, дорогие телезрители, что поделились. Не забывайте это делать в нашем телеграм-канале. А что для этого сделать? Надо прямо сейчас навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, который вы видите на экране, и узнавать все самое новое и интересное. Да-да-да. И, кстати, дорогие друзья, не только самое новое и интересное, но еще можно поделиться с нами... Катюш, ты... Я как не посмотрю, ты все время в телефоне. Ой, слушай, ну я просто на связи 24 на 7. И обязательно со своими любимыми героями и жителями. Ну, не в прямом же эфире. Это же совсем нехорошо. Но я вам скажу, дорогие друзья, что сегодня, между прочим, Катя, для тебя, Международный день без интернета. М-м-м. Да-да-да, цель праздника — вырваться из всемирной паутины и полной грудью вдохнуть возможности реальной жизни. Отложите, дорогие друзья, свои гаджеты, посмотрите вокруг, ведь уделить время своим близким в реальной жизни намного ценнее. Кстати, кстати, я буквально вчера посмотрел огромный сюжет про то, что гаджеты очень сильно влияют на дофамин в организме, вызывают привыкание. Мы все это знаем, но это на химическом уровне. И потом происходит дофаминовая яма. Понимаешь, телефон отложил сразу, грустно стало, плохо стало. Поэтому надо отказываться и в этот день, и во все остальные. Пожалуй, да. Иногда полезно сделать небольшую перезагрузку и отвлечься от соцсетей. И, между прочим, сегодня, 30 января, такой замечательный праздник — День Деда Мороза и Снегурочки. Ведь именно с этими героями связано очень много добрых и веселых сказок. Но вот одна есть даже трогательная. Это когда Снегурочка полюбила одного обычного парня, и когда ей надо было улетать на север, представляешь, она не улетела, а осталась с возлюбленным, и поэтому растаяла. Какая грустная, трогательная история. Но на этой ноте мы с вами заканчивать не будем, дорогие друзья. У нас еще все впереди, у нас еще целый месяц. Снегурочки не растают. И я предлагаю прямо сейчас узнать профессиональный секрет одной нашей героини. Интересно. Да-да-да. Дорогие друзья, обратите внимание на нашу фотонарезку, а потом мы продолжим. Дорогие друзья, обратите внимание на нашу фотонарезку. Дорогие друзья, обратите внимание на нашу фотонарезку. И в продолжении нашей фотоподборки у нас в студии телерадиоведущая, создатель авторского шоу для женщин про красоту и здоровье Александра Полянская. Александра, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Александр, расскажите, пожалуйста, с чего начиналась ваша карьера? Как вы пришли к тому, что... Да, слушайте, ну это очень долгий путь, мы до следующего утра можем об этом рассказывать, но если вкратце, на самом деле у меня несколько сфер деятельности. Начинала я с фармацевтического образования, при том, что не совсем я чувствовала, что это прямо мое призвание, но так как я из династии фармацевтов и провизоров, моя мама и папа познакомились в институте на фармацевтическом факультете. Собственно, папа был директором аптеки, мама до сих пор работает, кстати, в аптеке. А моя старшая сестра получила тоже образование провизора, и так все подумали, что, Саша, давай-ка ты тоже поддержи нас. И я, в принципе, благодарна родителям, что эта профессия, вот она, знаете, она на все случаи жизни. То есть вообще без проблем. Ребенок заболел там или еще что-то, как сэкономить в аптеке, чтобы тебе там не впарили что-то подороже. В общем, я все знаю. Ну и также мне нравилось, что фармацевтика не только про таблетки и про бинты, это еще и про лечебную косметику, про что-то такое, про красоту, про здоровье, что мне очень-очень откликается. И, собственно, 11 лет работы в аптеке, очень много обучающих тренингов, которые дали огромное количество знаний по лечебной косметике, по уходовым средствам. В общем, я стала в этом прям экспертом. И дальше мой путь двигался вообще по другому направлению. Я решила заниматься творчеством, а творчество я нашла в рекламе. Поступила на факультет маркетинга, закончила его уже, кстати, с одним ребенком. В общем, это такой героический поступок, мне кажется, для любой женщины. Получила я образование маркетолога и даже потом в этой сфере успела два года поработать. Дальше я поняла... Я могу дальше, да? Да, рассказывайте нам, у меня как-то интерес. До следующего утра продолжится. Дальше мне захотелось еще больше творчества. И я закончила курсы телерадиовещания. Поработала один год на радио. И, собственно, научилась там импровизировать техника, речь все это тоже мне очень нравилось. Но я так подумала, почему меня слышно, но не видно. И тогда пришла идея, и, собственно, собралась такая классная команда для того, чтобы создать, собственно, шоу, собственный проект. Подразумевался он, скорее, такой, знаете, для женщин. Но статистика показывает, что нас смотрят и мужчины с удовольствием. Наверное, просто приятно смотреть и им интереснее. Я хотел сказать, за вами просто приятно наблюдать. Да, интересно же подслушать, о чем думают и говорят женщины. Так вот, сейчас я всецело поглощена в этот проект. Мы развиваемся, подписчики растут. Нас приглашают, мы придумываем новые темы для съемок. В общем, вот сейчас я, наверное, скорее ведущая, автор, репортер и, собственно, блогер, наверное, так сейчас модно называть. Ну, вы так интересно рассказали про свое становление. А я сразу же от вашего рассказа понял, что вы просто амбициозный человек, который не останавливается на достигнутом. Ну, вы могли остаться провизором, например, и сейчас быть так же директором аптеки, как ваш папа. Или, грубо говоря, быть там директором фармацевтической какой-то компании. Но вы пошли дальше. Это амбиции, амбиции, ваши хорошие, правильные амбиции. Тимур, вы говорите просто словами моей мамы. Вот. Вы понимаете, мама... Я ваша мама. Мама мне всегда говорит, Саша, ты за что не возьмешься, ты все сделаешь отлично. Поэтому, да, может быть, то, что во мне вот эта творческая какая-то жилка живет. Я даже в продажах в аптеке, там, какой-то стандартной, могла это сделать. Ну, не то чтобы шоу, но действительно человек уходил с хорошим настроением. И мы прям расставались на таких приятных нотах всегда, что, соответственно, увеличивало чек и то, что покупатели к нам возвращались. А это на самом деле очень-очень важно, особенно для работодателя. А вот сейчас в современном мире очень важно следить за тенденциями красоты. Вот что по-вашему красота и насколько важно женщине тоже вот прям следить всем этим новейшим каким-то технологиям, тенденциям? Или можно придерживаться просто там, допустим, каким-то советом или принципом своим? Ну, вы знаете, я думаю, что каждая осознанная женщина, она сама чувствует, как ей нужно двигаться в этом направлении. Кому-то нравится более естественная красота, кому-то нравится работать над собой, развиваться и становиться лучше. Конечно, есть некие тренды, да, когда нас... Вот это же тоже работа маркетологов очень мощная, чтобы нас заманивали на всякие косметические процедуры, чтобы мы покупали различные средства дорогущие, которые сделают нас вечно молодыми и красивыми. Но на самом деле это выбор каждой женщины, и, наверное, она должна сама выбрать свой путь. То есть сделать уколы красоты или позаниматься гимнастикой для лица, чтобы выглядеть моложе. Или не делать ничего. Знаете, как сейчас есть такой тоже тренд? Я хочу красиво стареть. То есть принять в себя такой, какая... Бодипозитив. Бодипозитив. А почему нет? Ну, то есть это же выбор действительно каждого. И на самом деле, как говорится, на каждый товар свой покупатель. Полюбят любую. Главное, чтобы женщина себя любила. Поделитесь, пожалуйста, вот вашим секретом такой успешности выглядеть так потрясающе. И выглядеть свежей, здоровой, жизнерадостной. Поделитесь, пожалуйста. Ну, на самом деле, вот утром надо сказать про то, что надо обязательно выспаться. Хотя я сегодня не выспалась, но я бы еще тогда лучше выглядела, понимаете? Куда? Куда лучше? Еще плюс сто. Если высыпаешься, если ты в хорошем настроении, если вокруг тебя ничего там не раздражает, настраиваться на позитив, самое главное, чтобы глаза горели, чтобы, ну, вообще внутреннее состояние, оно всегда отражается на твоем лице. Но помимо этого, конечно же, правильнее всегда знать и подобрать какие-то свои уходовые средства. Они не обязательно должны быть прям дорогими. Это можно прямо из холодильника что-то взять, там, не знаю, пакетики чая приложить к глазам вместо патчей. И это уже даст эффект. Ну, то есть просто надо не лениться. А потом, конечно, свое физическое состояние. Человек, который хотя бы чуть-чуть занимается спортом, физическими нагрузками, он всегда более активный, от него другая энергетика. Поэтому не жалейте, не жалейте времени, не жалейте средств. Если есть возможность, ходите в фитнес-клубы. Если нет, то гуляйте, дышите воздухом. И, собственно, это только принесет пользу внешности и настроению. А как себя огородить от таких внешних факторов? Как вы себя огородите? Например, снег, дождь, ветер? Ну, например, да, внешние факторы. Ну, нет, мы сейчас... Одно из пунктов это какие-то внешние раздражающие факторы по эмоциональному фону. А как себя огораживать? Быть на позитиве, чтобы у вас глаз светился? Огораживать не нужно. Ну, если совсем прям токсичные люди, то, конечно, от них просто надо держаться подальше. И общаться, если это прям необходимо, только по мере надобности. А также свое внутреннее спокойствие можно прорабатывать. Это медитации, конечно, это прогулки, окружение себя правильными, добрыми, светлыми людьми. Больше общаться с детьми, если любите. Просто не все любят и получают от них энергию. А животные также, да, приносят внутреннюю гармонию. Погладить кошку, если нет аллергии, это же просто настоящая медитация и снятие стресса. Поэтому все вокруг нас нет никаких секретов, это несложно. Ну, все равно вы делитесь, и кто-то, например... Пойдет и кошку погладит. Да, прямо сейчас. У соседа. Погладьте кошку, друзья, погладьте кошку. Александра, а я вот знаю, что у вас еще тема отношений, одна из важных. Вот расскажите, допустим, как сейчас девушке можно познакомиться, или вот как, где знакомиться, где не знакомиться стоит с молодыми людьми. Вот прям очень даже интересно. На самом деле тема знакомств, она такая очень щепетильная. И сейчас, если смотреть статистику, огромный процент знакомств происходит именно онлайн. То есть, да, у нас есть огромное окружение, там, начиная от вагона метро, да, до коллег на работе или, может быть, в каких-то других учреждениях, где можно познакомиться. Но именно, чтобы сложились отношения, чаще всего проще создать анкету, выложить, да, в какой-то сети, и, собственно, может произойти знакомство. Кстати, вот это на моем опыте, это было уже почти 17 лет, да нет, уже 17 лет назад это было, я так познакомилась с мужем. Хотя тогда не было вот этих приложений, то есть это был какой-то чат случайный. И так интересно мы разговаривали с молодым человеком, что встретились, влюбились и поженились. В общем, и до сих пор, и еще долго-долго будем вместе, собственно, по планам. То есть, есть какие-то предубеждения, что, ой, там одни, знаете, кто вот это вот все. Ну, собственно, в метро или там на работе тоже могут быть всякие. Поэтому надо оставаться бдительной, не попасться на вот этих, знаете, принцев, которые могут рассказать, что у них дома в Монако, а на самом деле они снимают квартиру в Бутово. Поэтому мозг не отключаем, а сердце открываем. И я вот, это моя рекомендация, не нужно как бы зацикливаться на одном. Знакомьтесь сразу 10-20 человек. Сколько вот потянете в день, да? Лучший совет. Да, знакомьтесь, начинайте общаться. Там буквально 2-3 предложения, уже понятно, стоит ли дальше продолжать диалог. Потом обязательно встречаться. Не надо растягивать на месяц общение, потому что привыкаешь к человеку, и мозг рисует прям какую-то картинку, что вот, это идеально, это точно идеально. А на самом деле это уже мы придумали, этого принца. Встречайтесь, смотрите, нюхайте друг друга. То есть все равно вот эти вот инстинкты животные у нас присутствуют, и мы должны понять, наш этот человек вообще, стоит ли с ним продолжать общение или нет. Ну и, собственно, методом пропа, ошибок обязательно найдете свою половинку. Ну и, собственно, не стоит этого бояться и стесняться. Я хотел немножко сумничать касательно красоты женской. Вот если мы говорим про какие-то там вмешательства косметические, либо там какими-то уколами и так далее. Это не моя мысль, я ее где-то услышал, мне она очень понравилась от какой-то девушки-блогера, что сейчас девушки выглядят так, благодаря косметике и специалистам, что к ним простые ребята боятся подойти. Вы настолько шикарно выглядите, что я вас не потяну, условно говоря. И для девушек совет, я не знаю, вы как профессионал поддержите его или нет, просто вот для таких девушек, которые благодаря своей статности не могут себе найти спутника, что просто улыбнуться, показать, что ты такой же обычный человек, знак внимания тебе понравился, улыбнись, сотри эту грань королевы, и тогда все получится. Ну, смотрите, здесь я бы встала на сторону женщин. Естественно. Да, и сказать, что если мужчина стесняется подойти, ну, слабак, значит, значит, это не твой мужчина. Тот, кто хочет, тот подойдет, он сделает все. И, ну, в этом и есть же сам процесс вот этих отношений, когда мужчина хочет добиться. И самец всегда выбирает лучшую самку, потому что мы знаем, да, по закону природы должно быть красивое потомство, должно быть здоровое потомство. Поэтому и идет вот этот процесс выбора, все логично. И если мужчина боится, значит, ему другая подойдет девушка. Все, все законно. Ну, вот еще, еще Катерина сказала, как познакомиться девочке. А я, например, там, ну, про знакомство я ничего там не говорю, не хочу даже в эту тематику заходить. А скорее про сохранение отношений, про то, что сейчас, вот вы говорите там, знакомься, много знакомься, знакомься, общайся. Сейчас в эпоху гаджетов, в эпоху смены картинок, динамичных фильмов, динамичной рекламы, контента, всего, что нас окружает, мы, мне кажется, стали относиться к отношениям так же. Мы сменяем картинки, мы, там, легко познакомиться, легко расстаться. Никакой привязанности, никакой работы внутренней по отношению к партнеру. Ваше шоу, скажем так, в ваших вот проектах есть ли проработка именно уже существующих, так скажем, отношений? Ну, именно такую тему мы не затрагивали. И, кстати, она очень интересная. У нас была задумка сделать именно такой выпуск, чтобы он был посвящен, о чем думают женщины, о чем думают мужчины. Прямо включить на один и тот же вопрос, насколько женщина и мужчина полярно иногда мыслят. Но дело в том, что вот я, Тимур, не соглашусь с тем, что вот эти ценности, как вот эти семейные, они не могут куда-то пропасть. Особенно если вы выросли в правильной семье, ну, в правильном смысле, в полноценной. Или если это была семья неполная, да, но там мама или папа, там бабушки, дедушки дали ребенку, заложили в него все принципы и ценности семьи, оно будет с тобой навсегда. Да, ну, то есть все мы хотим прекрасного будущего, во-первых, для себя, для своих детей. И здоровая психика ребенка, она будет только в полноценной семье. Здесь уже как бы это не от тебя зависит. Ты не знаешь, ой, с этим надоело, ой, да ладно, что, я себе не найду. Ну, так не работает. Я думаю про статистику, я только о статистике говорю. Сейчас большая статистика, где там из 100 людей 70 считают, что да, лучше я найду другого человека, чем буду работать в этих отношениях. Такое инфантильное поведение, оно чаще всего воспитано вот именно мамами-одиночками. Иногда бабушка внушает, вот такой у меня хорошенький, она тебя недостойная. У мужчины такое складывается впечатление. Женщины все-таки есть такие эмансипированные, которые прям, я карьера, в первую очередь там и дети мне пока не нужны, и мужчину потом себе подберу. Мне кажется, женщинам даже в этом случае сложнее. Собственно, здесь надо это уже с психологом прорабатывать, потому что все-таки это не очень хорошая тенденция, вот эта вот смена постоянных. Но с другой стороны, может быть, это, знаете, как у каждого есть определенный возраст, когда нагулялся, да, там нагулялась, и когда человек созреет, когда встретит своего человека, и он же поймет, что вот с ним я, наверное, точно хочу провести и старость, и все самые молодые годы, и создать семью, увидеть наших внуков. Это же, ну блин, закон сансары, да, ну как это? Это же вообще самое главное в жизни. Ну, просто есть отличная метафора, что раньше мы обувь, которая у нас изнашивалась, что мы с ней делали? Мы несли ее в ремонт. И брату, и сестре, и кто-то носит. Ну, по наследству, ну, в принципе, мы несли в ремонт. А сейчас мы что с ней делаем? Мы ее выбрасываем и идем покупать новую. И также в отношениях люди перестали носить в ремонт свои отношения, просто их выбрасывают. Надо в этом плане работать. Работать, я не согласна. Очень много сейчас действительно людей, которые поняли, что психолог – это не что-то такое страшное, отвратительное, а это правильное. Это правильное. Да, и если есть проблемы, не получается договориться. Но вообще я считаю, что отношения сохранятся только тогда, когда у одного и второго человека есть общая цель – быть вместе. Если эта цель куда-то потерялась, то, может быть, даже и психология никакая не поможет. А бывает всякое в жизни. Бывает и увлечения какие-то, и куда-то там бабочки какие-нибудь из живота вдруг полетели. Но, собственно, все мы нормальные, реальные люди. Если есть в отношениях уважение, доверие, то все равно финал будет классный. Но ваши, хотел сказать, ваши затеи, это будет слишком пренебрежительно. В вашем деле очень благое намерение. Будем надеяться, что те, кто будут посещать вашу работу, те будут стоять на правильном пути. Ну, конечно. Александр, расскажите нам, пожалуйста, о планах, своих планах на будущее. Планы? Ну, на самом деле, сейчас вообще такое состояние, что вот прям хорошо, чтобы вот завтра те планы, которые я прописала, сложились. Потому что что-то внезапно меняется. Очень хочется, на самом деле, путешествовать. Очень хочется, там, весной день рождения, провести его в каких-то островах. А тут как бы тоже с самолетами не все пока понятно. У нас много островов. Много островов на Камчатке. Да, Камчатка, да, Сахарин. Я где потеплее все-таки хотела бы. Крым. Да, уже весной, кстати, тепло. Ну, я рассмотрю эти варианты. Путешествия. Путешествия. Путешествия, да, конечно. Если говорить про профессиональную деятельность, то, конечно, хочется развиваться в этой области. То есть пока мы только начинаем приходить к монетизации. Ведь любое дело, даже которым ты очень горишь, может потом перестать быть интересным, когда нет развития и когда не наступает все-таки какая-то отдача материальная. Потому что сейчас, наверное, больше мы вкладываем в проект, нежели чем от него получаем. Поэтому себе целью ставлю именно развитие нашего проекта, чтобы он монетизировался, чтобы у нас было больше интересных гостей, чтобы мы набрали огромное количество подписчиков, чтобы нас уже начали узнавать. И, собственно, я, не знаю, я кайфую от своего дела и буду строить планы уже непосредственно исходя от каких-то реалий. Мне показалось, что вы озвучили прямо наши планы. На самом деле много подписчиков, много успехов в реализации. Будем сотрудничать. Да, да, обязательно будем сотрудничать. Мы желаем, чтобы все ваши проекты получили реализацию, чтобы все сбылось в этом году. И, может быть, вы что-то нашим, скажем так, подписчикам, телезрителям пожелаете. Пожелаю здоровья, красоты, крепкой семьи, ментального здоровья. Это сейчас очень модно и важно в наше время. И, конечно же, чтобы было каждое утро с хорошим настроением. До скорых встреч. Спасибо большое, дорогие друзья. У нас в студии была очаровательная леди Александра Полянская, которая рассказала, как правильно нести себя каждое утро в массы, так скажем. А с вами мы увидимся буквально через несколько секунд. Зима – это, конечно же, чудесный сезон. Но, к сожалению, это пора еще простуд, гриппа, различных заболеваний. Совершенно верно. А вот чтобы не заболеть, чтобы поберечься и наполнить свой организм максимальным количеством нужных микроэлементов и витаминов, надо смотреть нашу рубрику «Про здоровье» от Раисы Киян. Смотрим прямо сейчас. Здравствуйте. В эфире программа «Про здоровье». С вами Раиса Киян. Сегодня у нас в студии врач от Арина Ларинголога Хан Ахмедов Анар Амирханович. Здравствуйте, Анар Амирханович. Здравствуйте. Анар Амирханович, сейчас наступила зима. Время холода, инфекции и простуд. Расскажите, как защитить себя от заболеваний? И какие сейчас особенности есть заболеваний, касаемо лор-инфекции? Лор-заболевания зачастую – это осложнение после ОРВИ. Для профилактики нужно иметь хороший иммунитет, заниматься спортом, правильное питание. И одеваться по погоде. А если уже не избежали попадания вируса в организм, заниматься проблемой вместе с доктором. Какие сейчас самые распространенные заболевания? С какими заболеваниями приходят к вам пациенты? Осенний-весенний период – это зачастую простудные заболевания, осложнение от ОРВИ, гаймориты. Давайте сейчас как раз поговорим про холодное время года и, соответственно, про одежду. Многие из нас не любят носить шапки, считают, что это немодно и некрасиво. И поэтому многие пациенты поступают с жалобами на боль в ушах. Что делать и почему возникает боль в ушах? Что делать? Как снять боль? Ну, зачастую боль в ушах 90% – это осложнение от ОРВИ-инфекции. Отекает носоглотка, нос, нарушается аэрация, попадает большое количество слизи из носоглотки в слуховую трубу и получается зачастую средний отит. И чтобы этого не было, нужно начинать, первая ступень – это освобождать нос. Нужно сосудосуживающим каплем пользоваться. Многие очень большие противники этих препаратов. Но первые дни простудного заболевания – это основной препарат, который нас защищает. Как раз-таки не дает попадания большого количества слизи, которая образуется в носу и носоглотке, в слуховую трубу. Так что отит… Отиты бывают разные – катаральные, гнойные, оксидативные. Если это катаральный отит и боль резкий, можно покапать в ухо препарат, содержащий лидокаин. А вот если из уха идет отделяемое, прозрачное, желтое – не имеет значения, нельзя лидокаин, содержащий препараты, капать. Самое главное, если начинается заболевание, боль в ушах, нужно обратиться к лору-врачу. Расскажите, нужно ли идти к врачу с болью в горле, вот тут же она и появилась, нужно идти. Или можно это все купировать дома? Потому что мы же все сразу записываемся к лору, говорим, что у нас боль, что у нас все, нам невозможно глотать, невозможно дышать. Что можно делать в домашних условиях? Или все-таки сразу же можно обращаться к врачу? Ну, в основном острые респираторные заболевания, вот первые двое-трое суток, часто это насморк и боль в горле. Если вот в течение двух-трех суток вы промываете носоглотку, полоскаете горло антисептиками, и это все не помогает вам, вы чувствуете, что состояние стало хуже, вы должны обязательно записаться и сходить к врачу, чтобы подобрать более адекватное лечение. Но как сегодня боль появилась в горло, сразу побежать, я считаю, что это не нужно. Очень много можно в домашних условиях полоскать, попить, теплое питье. Точно так же можно сказать и про насморк. То есть это все можно по первому дому? Когда насморк начинается, конечно, нужно обязательно в начальном периоде, как я сказал, сосудосуживающим препаратом пользоваться для того, чтобы не допустить осложнений на уши или осложнений на верхнечелюстные пазухи, потому что это со временем может и перейти в гайморит. Если, допустим, долго будет застой слизи в носовом ходу, это постепенно может перейти в гайморит. Тогда уже точно без лора не пойдетесь. А что делать, если пациент очень часто капает капли в нос, заложенность не проходит? Что делать в таких случаях? Если пациент надолго подсел к сосудосуживающим препаратам, это очень нехорошо. Нужно этим заниматься. Зачастую это только приходится нам оперативным путем, потому что люди сидят годами на нафтезине и на других сосудосуживающих препаратах. И это все купировать и вылечить не получается обычным методом, консервативно. Приходится прибегнуть к хирургической методологии. А бывает так, что все-таки заложенность носа влияет не только от того, что люди часто капают каплю в нос, а еще и от искривления перегородки? Да, конечно. У нас зачастую бывает, что нижние носовые раковины контактируют с кривой перегородкой, с кривой частью перегородки, и воздух не проходит, как положено, в достаточном количестве. И при закапывании с сосудосуживающими носовая раковина сокращается, нет контакта с кривой частью перегородки, и воздух появляется. Поэтому люди очень любят капать долгое время. А я сейчас задам такой, может быть, обывательский даже вопрос. Бывает ли гайморит хроническим или нет? Вот как хроническая гейна? Да, конечно, бывает. У нас есть пациенты, которые стабильно раз в год приходят к нам. Именно в весенний период, когда начинается поленоз, у них на что-то аллергия постоянно течет слизь и дает осложнение на гайморов пазухи. И нам приходится убирать функционным методом большое количество слизи. Если быстро это не убирать, то это превращается в угной, осложнение, все, что отсюда истекает. Если гаймору пазухи нормально вычищать, нормально пунктировать, вымывать все, то зачастую это вы переболели на фоне ОРВИ, и потом все забылось. Но если у вас есть кривая перегородка, проблемы с носовыми раками, эвакуация слизи через естественные пути нарушена, то зачастую вот застревает слизь в пазухах, и у нас получается как бы хронически. И от года в год приходят, и приходится тоже эвакуировать, пунктировать. Какое самое заболевание, лора заболевания, самое опасное? Это тоже такой вопрос. Есть заболевания, которые могут привести к опасным заболеваниям. Допустим, при отитах можно, если неправильно лечить, осложнение может быть до мастеидита. От мастеидита и до менингита тоже недалеко. Поэтому это все как бы взаимосвязано. Нельзя говорить однозначно, что гайморит – это простое заболевание, потому что осложнение и при неправильном лечении, или при осложнениях может быть тоже закончится менингитом. Это не означает, что все гаймориты или отиты заканчиваются ими. Это правильный подбор, правильное лечение. Это все от этого зависит. Ну, Амир Ханович, спасибо вам большое за столь интересную, приятную и полезную беседу. Спасибо вам большое. О, я, кстати, забыл с тобой поделиться. Я невероятно рад, что я точно теперь вошел в спортивную колею, вернулся, так сказать, на правильное настроение. Я очень этому рад. И, кстати, дорогие друзья, вы, вы, жители нашего округа, мотивируете, потому что приятно смотреть, как вы участвуете в спортивных состязаниях, соревнованиях. И все это заставляет тебя двигаться, двигаться дальше, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Конечно, соглашусь с тобой, Тимур. И еще зима – это вообще невероятное разнообразие спорта. Это может быть различный функциональный фитнес, пробежки, воркаут. В общем, выбор невероятный. А хоккей? И хоккей тоже. И лыжи, и коньки. А скандинавская ходьба? Так, так, так. Можно перечислять бесконечно. Ну и, конечно же, все самое интересное о спорте вы узнаете в нашей рубрике про спорт. Здравствуйте, зрители. Сегодня мы качаем спину. Вот наш тренажер для спины. Показываю, как это все дело делается. Спина в нашей жизни обязательно нужна. Не будет спины, то есть здоровья тоже не будет. Заходим. Пока делаем все без веса. Обязательно руки одинаковый уровень. Можно немножко так, но чтобы наравне было. И начинаем качать. Работает очень хорошо спина. Несколько повторений сделали. Разогрелись. Потом прибавляем немножко вес. Также здесь работают приводящие мышцы, бицепс и трицепс. А сейчас мы берем второй тренажер для спины. То же самое. Руки выставляем на уровне, чтобы руки были ровные. Начинаем делать. Вешаем себе небольшой вес. И пробуем. Разогреваемся. Раз. На выдохе. Два. Три. Также здесь работает бицепс. Помимо спины. Четыре. Пять. Шесть. Сделали. И потом уже потихонечку начинаем прибавлять веса. Небольшие. Спина. Наши все. Дорогие зрители, занимайтесь спортом. Обязательно. А вы знаете, что зимой комнатные растения требуют более внимательного ухода и подкармливать их обязательно нужно удобрениями? Откуда ты все это знаешь? Какая ты умница! Ну просто золото, а не человек. А я недавно узнал, что оказывается есть некоторые растения, которые лучше не пересаживать. Мы пришли, значит, купили комнатное растение в небольшом горшочке, принесли его домой. Оно начало немножко уставать, так скажем. И мы не нашли ничего лучше, чтобы его пересадить в более, значит, подходящее пространство. Купили горшок побольше. Потом он, естественно, продолжил, точнее, засыпать. А потом мы узнали, что оказывается не нужно ничего пересаживать. Надо дать ему возможность прорасти в этом, заполнить весь горшочек, и тогда уже возможно пересадить. Ну вот откуда я бы это знал? Если бы я внимательно смотрел нашу следующую рубрику про цветы, дорогие друзья, то я бы этих вопросов совсем не задавал. Давайте прямо сейчас будем более образованы в этом. Всем доброе утро! С вами рубрика про цветы, и я Дарья Ромашева. Сегодня я вам расскажу, какие лучше выбрать комнатные растения. Вот, например, замиакулкас. В народе долларовое дерево. Очень неприхотливый цветок. Может спокойно расти в тени или на солнце. Главное, не забывайте его поливать. Хотя бы раз в неделю. Хидера. Если вам подходят плетущиеся растения, то уже прекрасно подойдет и будет себя комфортно чувствовать в вашем доме. Ну и, конечно, какой дом для привлечения энергии, удачи и благополучия обойдется без денежного дерева. Тоже довольно неприхотливый цветок. Главное, не забывайте его поливать. Но обязательно не переливайте его лишней водой. Если вы хотите сделать акцент дома с цветами красивыми и акцентными, здесь прекрасно подойдет орхидея, она же фаленопсис. Она бывает разнообразных оттенков, цветов и форм, и расцветок. Цветы у нее появляются при правильном уходе раз в 3-4 месяца. И она будет радовать вас пышными соцветиями. Также есть, конечно, и капризные цветы, которые я бы не советовала использовать в квартире. Это розы. Розы быстро отцветают и требуют постоянного ухода и обрезки. Или же каллы. Тоже очень капризные цветы. Чуть что-то ему не так или некомфортно, он перестает свисти. Поэтому рекомендовать его сильно я не буду. С вами была я, Дарья Ромашева, и рубрика про цветы. Замечательного вам дня и прекрасного цветочного настроения. А ты знал, что профессия юриста объединяет в себе очень много людей с юридической направленностью? Это таких, как адвокатов, юристов, нотариусов, судей. Ох, в общем, там такое разнообразие невероятное. А знал. Знал? А знал. Я очень эрудированный, на самом деле, мальчик. Я не сомневалась. Я тебе скажу, что после девятого класса школы я пытался поступать, ну, точнее, были мысли поступать в школу милиции. Да, но не случилось, и я пошел по другой дороге. Но, возможно, я когда-то бы и стал юристом. Милиционером. Ну, если бы мог стать полицейским, но, возможно, и был бы просто юристом. То есть это все равно какое-то юридическое образование, прежде всего. А, дорогие друзья, сейчас я предлагаю посмотреть нашу следующую рубрику у человека, который не изменил своей мечте когда-то в детстве и стал полноценным юристом. Дорогие друзья, рубрика «Советы от юриста». С появлением онлайн-магазинов работа у мошенников только увеличилась, а заработок стал расти. Сегодня я расскажу вам две популярные схемы обмана пользователей сети. Итак, вы ищете во всемирной паутине необходимый вам товар и находите сайт, где его можно приобрести по очень выгодной цене. Разумеется, устоять перед таким предложением крайне сложно. А если написано, что вы, приобретая необходимый товар, еще и получите подарок, то давайте будем честными, вы с удовольствием совершите покупку. Кто же откажется приобрести вещи от знаменитых дизайнеров или высококачественную бытовую технику буквально за гроши? Все, капкан сработал и вы попались. Далее следует, собственно, развод. Вас просят перечислить предоплату, либо оплатить товар полностью. И после получения денег мошенник испарился, как и ваши денежные средства. Но есть еще более неприятный способ обмана, который намного популярнее первого. Оплаченный заказ вы получите, но вместо желаемого получите низкокачественную подделку или того хуже дешевый товар, который разве что сгодится для мусорного ведра. Предъявить претензию опять не получится, как и ранее, дозвониться невозможно. Но, как известно, предупрежден, значит вооружен. При поиске нужного товара не доверяйте слишком заниженным ценам. Скупой платит дважды. Старайтесь осуществлять покупки на официальных сайтах магазинов, выбирая надежные ресурсы. Но если вам все же удалось попасться на удочку в машинах, незамедлительно обратитесь к правоохранительным органам, а также в свой банк для блокировки счета. Удачи! Теперь бодрости точно хватит на всех, ведь мы успели сделать за это утро просто невероятное количество дел. Совершенно верно. Но осталось еще одно дело, которое мы не закрыли. Это посмотреть нашу следующую рубрику от Виктории Штельхан, которая называется как? Гороскоп! Рубрика про гороскоп. Меня зовут Виктория Штельхан, и мы сегодня посмотрим рекомендации для каждого из вас на грядущую неделю. Что же вам рекомендуется, что же вас ждет? Увны. Король мечи я рекомендую на этой неделе держать себя в руках, держать вот все свои ощущения, эмоции под контролем. Прям поменьше эмоций, больше рациональности, больше трезвости. Также рекомендуется на этой неделе принимать какие-то ответственные и важные решения. Если что-то вы откладывали на потом и думали лучше потом, потом, не сейчас, не надо торопиться, можете поторопиться, потому что на этой неделе очень многие дела могут сложиться суперэффективно, полезно и продуктивно. Так что не стесняйтесь, да, будьте решительны. Не бойтесь брать на себя ответственность как таковую. Тельцы. 16-й старший аркан башни рекомендует вам быть открытыми, настоящими, естественно на этой неделе. Прям большей честности и откровения будет крайне для вас полезно. Если вы давно хотели в чем-то признаться, самому себе или кому-то еще, возможно эта неделя оптимально для этого подходит. И также карта башни говорит, что эта неделя прекрасно подходит для каких-то вспышек. Может быть вы давно хотели поменять стиль, постричь волос каким-то совершенно новым для вас нетипичным образом, либо сделать какой-то шаг действия, либо решиться на что-то. Эта неделя для этого идеально подойдет. Но и также вам рекомендуется чистка, очищение. Близнецы, король кубков для вас рекомендует на этой неделе насладиться процессом, любым процессом, которым вы будете заниматься. Порадовать себя, получать удовольствие, суметь увидеть какие-то позитивные стороны в том, чем вы занимаетесь, в том, где вы находитесь, в тех людях, которые вас окружают. Король кубков получает энергию от всего. И вот вам рекомендуется именно так себя напитывать всем-всем-всем, что вас окружает. Не отторгайте и не закрывайте от этого. Наоборот, начинайте видеть, где вас окружает сила и энергия. Раки. Королева Жезлов рекомендует вам на этой неделе раскрыть какие-то свои сильные стороны, о которых вы забыли, которые вы скрывали, которых вы сами боялись. То есть, может быть, то, что является частью вашего характера, и то, что вас заставляет иногда смущаться, либо вы пытаетесь это как-то вот скрыть, это всех, на самом деле может быть вашей визитной карточкой, вашей сильной стороной. Также Королева Жезлов рекомендует поработать со своим состоянием энергетики, чтобы вы чувствовали постоянный прилив сил. Сделайте что-то, что даст вам этот прилив. Львы. Рыцарь Пентаклий вам рекомендует на неделе быть максимально практичными и опираться на рациональные действия, на выгоду, на какой-то результат, на что-то, что будет действительно вас вести к результату и цели. Пускай плавно, пускай постепенно, но вы будете двигаться, у вас будет прогресс. То есть прогресс, продуктивность, выгода – это то, что может стать вашим девизом на неделю. Также Рыцарь Пентаклий рекомендует подумать о том, как и с помощью чего вы можете увеличить свой доход, либо стоимость вашего часа. То есть вот такого плана речи, как-то повысить свою ценность, уровень, квалификацию, крайне полезно на этой неделе. Девы. Двойка кубков рекомендует вам заниматься гармонизацией отношений. Также, возможно, поговорить с теми людьми, с кем вы давно уже хотели поговорить, наладить этот контакт, получить энергию от этих отношений, потому что иногда отношения находятся в такой фазе, что это забирает все силы. Сделайте так, чтобы любые ваши отношения давали вам силу. Ну и также Двойка кубков рекомендует заниматься балансом эмоциональным. То есть если у вас накопилась какая-то, не знаю, ненависть, агрессия, выпустите ее, чтобы не было этого лишнего. Весы. Четверка кубков рекомендует вам создать для себя атмосферу уединения, когда у вас получится добиться состояния успокоения. Может быть, у вас были очень активные дни, внутренние или внешние, у вас был какой-то раздрайв. Постарайтесь привести себя и свои дела в состояние равновесия, состояние некоторой даже рутинной, которая наполнит вас энергией. Создать свой маленький мир, уголок, который будет вас постоянно подзаряжать. Там вот как здесь герой пошел под пальму, ему там спокойно, хорошо, никто его не мешает. Так и вы себе создайте вот такое маленькое пространство. Скорпионы. Десятка кубков рекомендует вам опираться на семью, окружение вокруг вас и осознать, какие люди являются для вас поддержкой, какие люди дают вам силы и энергию, на каких людей вы действительно можете опираться. А также Десятка кубков рекомендует поставить точку там, где уже пора. Вот что-то вы завершите, от чего-то вы откажетесь, что-то вы закройте, и это принесет вам удовольствие. Вот что это может быть, вам рекомендуется сделать на этом акцент. Стрельцы. Восьмерка мечей рекомендует вам осознать, куда же вы двигаетесь, и почему вы в некотором смысле сопротивляетесь, чего вы боитесь, а какие есть сомнения. Потому что движение ваше как будто очень даже естественно текучее и правильное, но есть внутренний страх. Вот осознать, чего вы боитесь, крайне полезно. Ну и кроме того, восьмерка мечей может иногда рекомендовать выстроить некоторую защиту, усилить иммунитет, запланировать что-то наперед, да, все, что дает вам некоторую определенную спокойствие и защиту. Козероги. Двойка жезлов вам рекомендует не торопиться с выводами, не торопиться с действиями. Сделать сначала подготовку, все продумать наперед. Сначала сделать действительно полную оценку того, что с вами происходит, того, к чему вы стремитесь, к чему вы придете, а что же вы получите. А вот что будет, если сделаю такой вариант, а что будет, если такой вариант. А как же мне себя подготовить? То есть проведите полную подготовку и оценку, прежде чем взять какие-то серьезные шаги в будущее. Водолеи. Тройка Пентакли вам рекомендуют опираться на мнение и поддержку окружающих людей. Может быть, у вас есть какая-то идея, но вы не знаете, как ее реализовать, либо как это будет, если в этом смысл. Обсудите это с кем-то еще. Тройка Пентакли также рекомендует и начинать какие-то первые шаги. Может быть, вы уже давно думали запустить какую-то идею, приступить к ремонту, поговорить с каким-то человеком. Сделайте первые шаги, попробуйте наяву. Хватит думать, мечтать, воображать. Просто начинайте делать и пробовать. Рыбы. Девятка Кубков рекомендует вам на этой неделе. Не бояться быть, я бы сказала, эгоистом. Хвалить себя, принимать эту похвалу в свою сторону, радоваться за себя, думать о своих истинных потребностях, а не только обо всех других. И насладиться тем, что вы имеете, а не просто гнаться вперед, чего-то нового получать. Также позаботьтесь о том, чтобы вы набрали сил. Похоже, эта неделя нужна вам именно для подзарядки, чтобы в будущем вы могли эти силы, которые вы накопите, тратить уже туда, куда вам необходимо. Прекрасной недели. До встречи. Наши дорогие любимые, вот мы еще встретили вместе с вами такое прекрасное и чудесное утро. Теперь пора навстречу приключениям. Будьте бодры, будьте веселы, будьте позитивны, дорогие друзья. До скорых встреч, а именно до завтра.